так ну чё всем привет вы на канале крипто комманс и я играю в ману децентрал энд как вы можете видеть осваиваюсь вот в genesis plaza genesis кстати привет тебе редван смотри я сделал на себя похожим своего чувака грине короче что хочу сказать ребята вообще начали на расслабоне кайфуем сегодня мы с тобой кайфуем вот тут проходят всякие события можно на какой-нибудь концертик попасть можно даже рекламу тут свою пиндюрить на этом зарабатывать недвижку покупать землю строить короче реально игра просто сумасшедшая о чем я сказать вот на карте ищите место туда перемещаетесь вот какой-то spider punk jump in я вам так скажу я эту игру про нее читал еще три года назад кто меня смотрит и знает и инвестировал немножко в эти токи но сейчас они вот взлетели в цене как вы можете видеть нифиговенько так поэтому конечно в моменте лучше наверное и сейчас не покупать хотя кто его знает кто его знает может быть это и начало чего-то большего но мы с вами сейчас поговорим о другом мы сейчас с вами поговорим о в целом том что происходит на рынке какое у нас движение восходящее нисходящее и вообще чего следует ожидать смотрите по эфиру я вчера запостил кстати в telegram чат такую вот штуку работа не волк работа это ворк а волк это гулять просто вспомнил старую прикольную фразу вот ну и так чтоб картиночка хоть какая-то была засунул график эфира который пробивает свой all-time high и поставил свой pnl с биткоина правда но неважно и в кроссе то есть короче это просто по приколу это все начали искать в этом тайный подтекст смысл что за монета что за сигнал ребят как сказал уже кевин свэнсон ну во первых да эфир пробивает а тх это уже обычный знак во вторых total 2 капитализация всех альткоинов не просто пробивает а тх о чем мы с вами говорили на прошлом видео обратите внимание что показал кевин свэнсон во вчерашнем видео на нашем втором канале кстати на который обязательно подпишитесь прямо сейчас сверху ссылка есть этот видос что альткоин капитализация прямо сейчас смотрите находится на верхней границе треугольника и арысай пробивает свое сопротивление арсай пробивает линию сопротивление и это очень 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 сильно бычий знак ребята похоже что весь альт сезон и весь сезон всего еще затягивается все таки и мы увидим пик не зимой в декабре как многие ждут сезонно а как и олеся тоже говорит я с ним склонен согласиться что мы увидим еще больший пик в феврале или в марте или даже не знаю там когда может и в мае понимаете потому что все к этому идет даже если вы посмотрите на фондовый рынок там еще и не пахло шпилькой а рынки как мы с вами знаем заканчиваются всегда вот такой вот шпилькой резкой шпилькой и последующим таким же резким дампом и я вам так скажу почему мы растем я вам сейчас очень просто объясню люди делятся на две категории глобально да это бараны и что-то понимающие люди а и самый прикол то чё что если вы гуглите decentraland в youtube ищите именно эту игру то вы не найдете даже толком нормального обзора игры все что вы найдете это хайп вокруг токена то есть да чуть-чуть про игру но в целом все говорят про деньги про токены понимаете вот там про иксы то есть люди реально помешались на бабле и эти люди которые вот так вот помешались на бабле с ними происходит следующая ситуация ребят так вот бараны ребят без обид только всегда думают что время продавать это вот здесь когда мы видим двойное дно с медвежьей ловушкой в подарок и думают что покупать надо вот здесь когда мы уже на хаях когда уже все говорят о монете и говорят что она до 100 икс там как сейчас шиба или как недавно солана или доджкойн понимаете вот что они делают вот их мозги устроены так что они покупают на хай продают на лоу покупают на хай продают на лоу и сливают на хрен все депозиты как это не прискорбно ребят и только они нам и дают с вами заработать поэтому люди опять же говорю почему мы сейчас продолжаем расти и типа неужели всем дадут заработать нет конечно не всем вы чё думаете все что ли в лонгах все постоянно выпрыгивают из лонгов все когда мы видим вот такие движения спрашивают ну чё когда 1000 процентов когда мы уже дали 1000 процентов или когда мы вот так вот дампимся жестко что просто подарок по заходи не хочу покупал таймлоу люди говорят когда уже просадка когда когда будет еще ниже я куплю вот что происходит ребята соответственно сейчас никто не верит в этот рост все говорят ну все эфир уже как бы все какие там пишут какие там 10 тысяч по эфиру или там 15 тысяч по эфиру да такие блин посмотрите на то что это может стать прямой линии это у нас капитализация всего рынка но пофигу вот такие понимаете поэтому слушайте нужно быть предельно в этом деле осторожными конечно же все дисклеймер не финансовый совет а то сейчас вот так вот сделается и вы скажете гриня выта чё нас засадил в ловушку в медвежью окажется а потом улетим уже без вас вы должны быть готовы к сильной волатильности к любым свечкам вы должны помнить что внутри недельной зеленой свечи вот давайте на биткоине который кстати пробивается вы должны помнить что внутри каждой вот такой зеленой свечи происходит целое мясо целое сражение посмотрите вот 5 минутки мы внутри этой большой зеленой свечи посмотрите тут были сильные дампы сильные вот такие падения сетка постоянно переворачивалась потом был сильный памп когда вот здесь все зашартили понимаете сейчас вот здесь все ланганут может будет опять небольшой дампик или выше мы же не знаем может еще сейчас тут все не ланганут вот так нарисуют тут селанганут опять будет локальный дампик вот эту вот суету блошиный рынок этот пятиминутный предсказать невозможно это удел хомяков заниматься вот этим ну и скальперов конечно которым большой респект но очень сложно там боты серьезные торгуют алгоритмический трейдинг на wall street там стоят боты и я не знаю где там в китае которые друг с другом сражаются вы даже не угонитесь за ними у них чувствительность там миллисекунды поэтому ну нафига этим заниматься а вот когда вы отдаляетесь дневка уже более понятно что смотрите мы на дневке сейчас по битку консолидируемся consolidation и удерживаем уже поддержку видно что удерживаем пока еще удерживаем может еще и проколем но может и улетим поэтому как бы смотрим за поддержкой на недельке еще более видно что мы в бычьем тренде находимся у нас зеленые свечки и все у нас хорошо я понимаю что я уже как ваш личный психолог но слушайте я сам себя также успокаиваю мне надо хочется все продать я говорю блин все короче эта ловушка западня но потом я начинаю писать видео и понимаю стоп стоп гринч ты должен говорить правду мы в бычьем рынке не ведемся на это фома а все так все и сольют что они будут вестись на каждой зеленой свечке они будут вестись на вот эти красненькие все сливать фома и потом покупать дороже только так мы растем потому что еще раз говорю вот здесь все все продавали вот тут все все продавали вот мы росли а тут все все купили локально ну все все это я имею ввиду большинство тупых вот таких людей которые которые вот эти вот понимаете мысль да какая вот поэтому чё в этом плане децентралент мана сейчас локально конечно находится вот здесь в зоне it's time to buy то есть на мой взгляд не надо сейчас покупать хотя опять же если я ошибаюсь я что же могу ошибаться возможно что она как раз если так все думают как я сейчас то она улетит тогда вообще сразу там на 10 долларов но в целом понимаете тут как бы два варианта либо либо сейчас все и купят здесь и тогда она пойдет в коррекцию поэтому я бы подождал но проект бомбический я вам просто хочу сказать что проект бомбический вон посмотрите тут я думал это просто сначала знаете сверху как стратегия я в игры не играл уже лет на 15 слушайте но он у меня детеныш сидит майнкрафт рубится и я вспомнил я говорю ему ну-ка погоди ка а чё ты бесплатно майнкрафт рубится еще платить за него надо понимаете на новом телефоне опять это там новая паладе новое это лень искать короче старую а тут я говорю стопы стопы тут же можно опять же здесь конечно многие будут тратить деньги эту игровую валюту тратить на все здесь нужно тратить но умные люди здесь будут зарабатывать потому что тут можно строить свои штуки сдавать их в аренду сделать рекламные объявления проводить концерты мероприятия и так далее поэтому я чё думаю что если хотите встретиться в воде централэнде давайте регистрируйтесь заходите централэнд.org вот и ищите меня тут я тут буду бегать я думаю что я здесь что-нибудь построю куплю и буду вам потом это напаривать вот такая вот история сегодня у меня для вас а в целом чё децентралэнд кстати говоря торгуется на фемикс если что на нашей любимой бирже фемикс на которой у меня сейчас basic attention токен в просадке но об этом мы сделаем следующее видео как вытянуть сделку из просадки basic attention тоже я решил купить вот тут подусреднить на на хайпе у меня тут был профит я его не закрыл и сейчас вытягиваю сделку из просадки ну как вытянуть сделку из просадки в двух словах во первых если у вас прям сильный риск как у меня был за примите немного потерь вот я принял здесь потерь на 900 чем-то баксов уменьшил позицию потом когда она упала я начал ее обратно увеличивать и долил маржи долил маржи и теперь стою жду ликвидацию отодвинул очень далеко у меня ликвидация вот на 50 процентов ниже то есть второе плечо при том что я тут торговал с десятым что ли причем поэтому испилил столько вот поэтому теперь смотрю жду если дипонет да куплю наверное потому что конечно брать надо было раньше и на споте у меня позиция набрана раньше вот здесь это я просто играюсь на фьючах но даже если так вот расставляете сразу ведра лимитки потому что когда туда помпанет вы не успеете продать поэтому ведрами продаете если вам нужно если хотите децентролэнд тут ее ищите мана 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 вот она тоже ждите по ней от катика она конечно же идет наверх это видно невооруженным глазом но сейчас она стоит 3 доллара а недавно еще стоило какие-то центы понимаете меньше одного поэтому аккуратней с ней если она нарисует вот такую историю смело можно начинать заходить ведрами вот так вот расставлять по чуть-чуть по чуть-чуть и добирать позицию даже раньше наверное можно заходить вот чем ниже упадет тем вам будет лучше потому что у вас нальются ваши заявки понимаете шортить тоже я сейчас не шортил потому что кто его знает может это сейчас на луну упадет вот интереснейший проект игровая валюта там обязательно это нужно поэтому присматриваемся ну а про дэш чё я могу сказать прости мой старый друг я должен разбудить тебя всем до что за монером смотрите мы валяемся на уровне 2014 года биткойна all-time low просто 300 тысяч сатоши но это уже даже не смешно ребята но уже зафейлили уже четыре попытки отскочить и сейчас конечно же все скидывают дэш говорят фу это скам гриня загнал нас в эту скамину и это очень хорошо ребята что так происходит я конечно с сарказмом и с сожалением об этом говорю что многие действительно сольют в минус но ребята не забывайте что у нас по дэшу с вами бычий тренд официально уже 9 месяцев даже больше 10 с того момента как сетка и марибан развернулась с того момента как мы вышли из зоны накопления вот этой вот и показали первый импульс да и если вы сравните с предыдущими циклами то там было все то же самое смотрите просто цикла удлиняющийся сейчас у нас был выход первый импульс и коррекция к сетке сейчас что мы видим посмотрите у нас из длительного медвежьего рынка выход первый импульс и коррекция к сетке до коррекция чуть более жестко но опять же это зависит от того как вы поставите эту линию если вот так то мы прям четко на ней сейчас сидим понимаете вот поэтому называйте это как хотите чашка с ручкой жопа с ножкой это уже ваши вопросы но то что это туда это абсолютно очевидный факт медицинский на мой взгляд поэтому дисклеймер конечно же не финансовый совет но я в дэше сижу по уши как и вот в этих всех лангах которые вам показывал и это только малая часть того что я держу насколько вы понимаете потому что я очень-очень побычи настроен на крипторынок в целом вот ребята так что такие вот дела подписывайтесь на канал ставьте лайк и будьте осторожны со всякими щитками будьте осторожны щиткойнами вкладывайте фундаментальные проекты лучше с вами был грини всем профитроли пока и 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